Вот это ведуха, а! Уж не начало ли это какой-нибудь серии, а в начале какой-нибудь серии, по-любому, я говорю, ребята, 16-го, 17-го ноября пройдет конференция производителей модульных домов, где вы научитесь, наконец, делать не только бытовки и сарай, но и модульные дома. И ссылка в описании, и вот это вот все. Привет вам всем из солнечной Калмыкии. А мы едем рыбачить в степь. Вы рыбачили когда-нибудь в степи? Нет? И я нет. Как человек, который в этом году посетил 35 регионов России и 3 страны, могу сказать, что мы живем, может, конечно, не в самой красивой, Но одной из самых красивых стран в мире это 100%. Самые надежные решения, это решения, в которых все просчитано и рассчитано и надежно закреплено как минимум проволокой. Но если есть синяя изолента, и если вот можно вот в дырочку вот так воткнуть, лучше воткнуть, конечно. А вот это вот ваше дерево, которое вы используете, вот оно вот не сгниет ли, а вот я вот переживаю, что если я вот дом из дерева сделаю, Домик у меня сгниет быстро. Очень быстро у меня домик сгниет. Вот даже не знаю, наверное, он у вас быстро сгниет. Даже быстрее вот этого домика, которому фиг вы знаете сколько времени. Вот он все гниет и гниет. Гниет и гниет. А вот он настолько вот уже сгниел, сгниел, что у него земля, земля крысная пошла. Гнилая. Вот это вот у вас дерево гнилое, крюгом вот такое. Вот оно гнильет, а? Вот там вот город мертвых, да? Кабардино-Балкария, Чигемское ущелье. А вот это город живых. А вот Индира нас заждалась. Она нас будет кормить. А вот у нее стройка века. Вот. Если хотите обедать, завтракать вот с такими видами, вам сюда, к Индире. Да, Индира? Да. Каждый раз подмывает, когда оказываешься вот в таком вот прекрасном месте. Вот. Подмывает, значит, купить здесь землю и что-то поставить. Но каждый раз я задаю себе вопрос, ты любишь сферу услуг? Ты любишь, значит, там ну, заправлять постельки и чинить унитазики, когда в них полотенчика спустили там или еще что-нибудь. И ты вообще в целом хочешь поселиться в таком месте? И каждый раз говорю, нет. Конечно, нет. Вот. Потому что одно дело сделать, ну, в красивом таком месте. Сейчас еще раз фокус на красивое место. Вернись фокус. Вот. А другое дело сделать так, создать условия, чтобы дома, которые ты производишь, ставили в таких красивых местах. Вот. И я думаю, это больше может пользы людям принести. А когда-нибудь, даст Бог, там, после 60, можно где-нибудь и приземлиться. в каком-нибудь красивом месте, типа вот такого куста. Так, фокус, вернемся. Фокус? Ага. Вот. В общем, если вы хотите в красивом месте хороший дом, который будет долго служить, сами знаете, куда обращаться. И это не реклама. Вот. А сейчас будет реклама нашей страны. Пойдем посмотрим на дом скаут 49. Я все время их путаю. Их на самом деле есть 3. 42, 46 и 49. Зависят от того, модули либо 3 негабаритные, тогда 49, либо 2 негабаритные, 46, либо 1 негабаритный, 42. Значит, этот дом в поселке Сараево Москва. Я так понимаю, там пока никто не живет. Надеюсь, нас не будут сильно ругать, если мы вокруг него побродим. Внутрь заходить мы не будем. Вот. Этот дом состоит из трех модулей. Здесь входная терраса, не веранда, терраса именно. Вот. Значит, это окно санузла. Да, здесь важно планировку. Поставь сюда планировку, и вот мы вокруг этой планировки хуем. А ты можешь сделать так вот планировкой красная точка, как мы идем, нет? Вот так вот. Это окна у спален, как у любого дома 56 метров или любого другого большого скаута. И веранда. Здесь, обратите внимание, здесь веранда. На этой веранде одно окно слева, по центру, а обычно еще справа окно. Вот правое окно, там модуль, где диван. А в этом доме этого модуля просто нету. Но этот дом всего лишь на 7 квадратных метров меньше. То есть 56 квадратных метров это 4 модуля, а 49 квадратных метров 3 модуля. Вот. Ну, в общем, снаружи я думаю, вы более-менее посмотрели, что он из себя представляет. Вот. И сейчас мы окажемся в точно таком же доме, только за 2000 километров отсюда это Карелия. Выборг. Выборг. вот это выбор и вот это старый кирпич о котором вы с придыханием говорить что дом кирпичный на века вот такой да а вот новый нет да вот я согласен качество кирпича совсем другое даже не пахнет тем что он расслаивается разваливается вся узнаем какой-то год короче год не написано но это точно не капром это отчет старая что такое капром напишите в комментариях что такое капром выборгская библиотека вот архитектура тридцатых годов насколько актуальны это вам не капром мощно да и кто будет говорить что типа архитектура типа надо делать такую которая сейчас актуальному и сделаешь который сейчас актуально через год через два уже актуально не будет а этому зданию почти 100 лет 90 лет и чё не актуально что ли очень актуально с какой стороны не подойди везде актуально попробуй вот так сделай не понимая для чего и как это сделано поэтому нефиг стремится за какими-то украшательствами за какими-то штучками дрючками как сейчас любят на фасаде налепить всякой туфты вот спокойные простые формы кушка конечно пушка вот я конечно прицепился к этому зданию ну потому что они молодцы вот и даст бог мы когда-нибудь сляпаем такой дом но зафигачим со стряпы который может тоже через сто лет какой-то бородатый лысый кривоногий татарик будет ходить и горит а ассуарик а актуально да нормально вот так вот вот так весь питер и построили просто пилили гранит на ножовкой век живи и век учись дураком помрешь видели ли вы когда-нибудь деревянные колонны кажется что это монолитный бетон залит но нет это прикольные деревянные опоры вот так вот колонны надо же а вы тут будете рассказывать что из дерева ничего не сделаешь а тут вообще все из дерева это полная имитация бетона деревянный бетон знаменитый а а а а а а а а и и а и и и и аргур учитесь пишу что круглосуточно но не хочешь работать горюч с 11 до 7 не работаю Да, мы приехали в Рускеалу, в разрекламированную, меня попросили выбирать выражение, вот, и перебрав разные выражения, могу сказать, что у ребят очень сильный маркетинг, реклама, но, что они могут заставлять такое количество людей ходить непонятно, смотреть на что, платить за входные билеты, вот мы сейчас за троих заплатили 1400 рублей, за 15 минут все это дело прошли, нет ничего, за что можно было бы заплатить эти деньги. Есть мелкая щебенка под ногами, есть маленькие озерца, красавчики сделали железнодорожные, короче, фишка построена на паровозе, все остальное вообще непонятно. Сапы в аренду, какие-то катамаранчики в аренду, что, неужели под Питером нету достойных интересных мест, куда можно поехать, и все ломятся сюда, здесь просто какое-то невероятное количество людей, а на парковке нет места для машин. Это что за... что за... ну, зачем вы сюда ездите? Расскажите в комментариях. Да, мне сказали, что я должен сказать, что для туристов это смешно. А для кого это не смешно? Вот сейчас эти люди пошли, наматывают каждые 550 рублей на круг. Чтобы что? Чтобы посмотреть на это? Ну, говорю же, маркетинг офигенный. Ну, по-моему, это в пригороде любого города есть. Посмотрите на озерцо. Немноголюдно, я бы даже сказал. Монетизация каждого квадратного метра. Просто посмотрите, какое количество людей считают, что природу надо смотреть в организованном месте. Спасибо тебе, Артемий. За то, что отправил меня в русский Аллу. Я как раз хотел прогуляться, где никого нет. Вот вам иллюстрация, если вы собрались открыть глэмпинг или загородный отель и думаете, будут к вам ездить или не будут. Вот посмотрите, что люди через умелый маркетинг сделали. Здесь сотни машин, если не тысячи. А смотреть, по большому счету, нечего. Поэтому, если вы окажете хорошие услуги, сервис, и у вас будет правильный маркетинг, делать можно. Чего угодно, где угодно. Вот ребята, кто не верит в доски. Ну, там, Дагестан и прочие южные регионы. Вот это север России. Карелия. Уже Онега, уже не Ладога, уже не Питер. Вологда вон там скоро. Мурманск. Поэтому вот здесь все деревянное. И когда вы мне рассказываете про то, что дерево – это недолговечный материал. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Секундочку. Сейчас, повисите на линии. За березами кое-что недолговечное похоже. Мы тут катаемся по Онеге. Решил вам показать работу людей, которые с деревом умеют работать. Да, это строение старое. Явно старое. Возможно, вот эти венцы заменили. А вот это не меняли. Потому что обычно наоборот бывает. Там, где крыша защищает, там все хорошо, а ниже сгниет. А здесь все наоборот. Здесь внизу идеально. А повыше вот прям видно. Переход гниет. Он, кстати, деревянный водосток. Деревянная кровля. Опять деревянная кровля. Но в целом в очень хорошем состоянии. Видимо, они здесь подлили фундамент. Но вот обратим внимание на дату. Вот так вот. Это к вопросу о недолговечности дерева. Я не знаю, какая здесь часть осталась с тех лет. Но в целом вы видите, как это все сохранилось, как это все работает. Хотя здесь вот, пожалуйста, вода. И условия самые неблагоприятные. Ну, только что вы посмотрели кровлю из дерева. А теперь посмотрите на это чудо. Ну, собственно, что я могу вам сказать. Там вот где-то солнце садится. Тут вот Сухово, по-моему, вот примерно на этом подорвали. Вот. Ну, а вот там вот. Вот так. Вот так. О, что это у нас? Какой-то сарай. Где такие участки брать? Где, где, везде. Сейчас посмотрим с вами домик изнутри. Дом состоит из трех модулей. Это, в общем, классический скаут. Здесь входная дверь. Окно на кухню. Здесь две веранды. Две большие веранды. Одна шестиметровая со стороны гостиной. И шестиметровая со стороны входа. Ну, здесь, в общем, ничего нового. Наша решетка. Вот. А интересного, что здесь? Первое. Это то, что дом... Три модуля. Вот. Дом 49 квадратных метров. Санкционка, кстати. Икеевская кухня. Вот. Клиент сам очень любит руками заниматься. Он говорит, я получаю от этого удовольствие. И поэтому, в общем, он сам. Вот. Прихожая негабаритная. Она реально глубокая, длинная. Здесь технический шкаф. Все как обычно. Здесь шкаф для одежды, который мне не нравится. Потому что я предпочитаю просто тупо вешалку. Ну, и здесь еще получился... Ну, и здесь еще получился... Ой. Фу. Вот. Наша паркетная доска. И помните, в наших домах здесь окно. Здесь панорамное окно. И еще одно окно. А вот этого нет. Модули, значит, трехметровые. Здесь в гостиной 6 метров. Обычно в гостиной 7,5 метров. Но при этом... Посмотрите на сайте планировки. Да. Ну, дом стоит здесь вот ради этих видов. Это река. А вот там Онега. Ну, не там, а чуть-чуть подальше. Вот. Значит, здесь можно поставить диван. И тогда будет диван у панорамного окна. Но диван в данном случае стоит здесь. Зенитный фонарь обычно стоит в этом месте. Потому что здесь зона кухни. И здесь его не поставишь. Вот. Но смотрите. Видите, какой длинный? Вот. Обычно вот эта штука вот здесь вот заканчивается. Вот. То есть все смещено. Модуль на 80 сантиметров шире. В кухне здесь изменений никаких нет. Здесь из-за того, что простенка там нет, пришлось поставить широкий конвектор. По-прежнему дверь. И в основном летом люди пользуются. Они заходят отсюда, потому что удобно обувь оставлять на веранде. И вот через это окно заходят. Так. Вот тут наш зенитный фонарь. И две спальни. Такие же, как в любом другом скауте. Поскольку домик здесь такой, ну, на путешественника, здесь нет никаких там, типа там, супер уютных дел. Человек сюда приезжает, расслабляется. У человека несколько домов в разных городах и разных странах. Можешь себе позволить. Вот. Ну, в общем, все это сделано ради вот этих вот видов. Вот. Что вам еще? А, пойдем-ка. Санузел покажу. В санузле. В санузле. В санузле он тоже негабаритный. Стиральная машина. Теплые полки к душе. Все такое. Душевая кабина. Сюда можно делать стиралку с сушилкой. Здесь, получается, широкая раковина. 70, по-моему, что ли. Здесь вот он сделал подсветку. Как? А, вот же. О! Вот. В остальном изменений нет. Вот такая, кстати, красивая штука. Сгон воды. Вот такой сгон воды. Помылся. Согнал. А еще вот. Еще. Посмотрите. Такая вещь. Он говорит, что это. Какая-то английская. Вот. Типа после приема душа. Набрызгал. Набрызгал. И ничего делать не надо. И типа вот этот камень. Не откладывается. Будете спрашивать, откуда Икея взялась. На Яндекс.Маркете, говорит, купил. Была. Вот. Что вам показать? Давайте снаружи. Снаружи еще покажу. Как обычно. Здесь обычно ставят шкаф. Здесь ставят комод. Здесь терраса по кругу. Вот. Вообще не понимаю людей, которые не делают террасу по кругу. Это же очень удобно. В общем, вот так вот. Залезем-ка мы наверх. Чтобы залезть наверх, надо вот эту штуку снять. Повисите-ка. Кстати, это же вообще крутой лайфхак. Так, когда, по сути, это и шведская стенка, и турник. Лестница на крышу. На крыше можно поставить кресло. А вот сюда вот. И здесь немножечко кайфовать. Вода стоит. Потому что на крыше минимальный уклон здесь. Вода стекает. Вот там по контуру брусу. И вот сюда опускается. А потом уже уходит. Вот туда в желоба. Вот. А здесь большого уклона мы не делаем. Потому что, ну, что это. Смысла, короче, здесь. В этом нету никакого. Поэтому чуть-чуть здесь воды стоит. Чуть-чуть здесь воды стоит. Ну, а здесь вода уже не стоит. Вот такая вот Карелия должна быть. Ну, по мне. Чуть-чуть здесь воды до горизонта. И не ходить ни по кругу, ни против часовой, ни по часовой. А еще Карелия – это кормяная вода. Унитаз смываешь, а лучше не становится. Потому что все желтое. И это нормально. Как вам киноэффекты, кстати? По мне-то какая-то шляпа. Вот-вот. Вот этот лунный пейзаж в Карелии особо ценят. А что? Берешь вот туда, ставишь КПП, делаешь вывеску. Вот так вот, говоришь, ходите. Здесь, говоришь, что это горно-водный национальный парк. Берешь уже не 450, не 550 рублей, а все 800. Говоришь, что здесь теоретически можно найти, типа, петроглифы какие-нибудь. Ну, например, вот там, петроглифы. Отдельно огораживаешь петроглифы за отдельную плату. Вот. Чего вы теряетесь? Смотрите, какие просторы пропадают. Сколько бабла можно рубить. А еще сказали, что Русскеала, национальный парк, признан одним из лучших парков не на море. Ну, что-то такое. Какая-то новость была, я прочитал. Вот. Говоришь, вот это рисунки древнего человека. Да? 100 рублей, 200, 300, 400, 500, 600 рублей вход. А если честно, шикарная, конечно, природа. Всегда очень радует Карелия с своими бесконечными просторами, птицами, рыбами и вот этим всем остальным. Но для этого надо чуть-чуть подальше отъехать от Кирова. Ну да, ну, есть тут ягоды. Они лучше, чем листья. И они крупные, чем листья. Да, ну, нормально. Я не знаю, законно это или нет. Делать то, что я сейчас делаю. А я красивую ям голубику, которая здесь просто бесконечна количества. Живешь такой на Волге и даже не догадываешься, что Волгу с Балтийским морем связывает Волга-Балтийский канал. Вообще, конечно, у нас страна не ленивая, а с Белым морем у нас тоже есть канал. Беломор канал. Мы в Сараево, Казань, куда ездить запрещено, которая охраняется собаками. Где собака? Охраняем. Скажи им, тупым, что не надо ездить без предупреждения. Я не могу. Он не может. Он не может сказать, что тупые люди, которые ходят по чужим участкам и ездят в Сараево, в Казань, в Москву без предупреждения, не ездите. Это Алексей. А это Скаут 56. Что, давай, рассказывай, показывай. Вы живете здесь с февраля. Да, у нас есть терраса. А вы сейчас не мерзнете, кстати? Нет. Нет? Нет. Так, есть у вас терраса. У нас есть терраса и к ней прилагается дом. Вот я так считаю, потому что мы на террасе как-то больше времени проводим, мне кажется. Но не в эту жару. Вы, по-моему, второй дом, который не заказал здесь веранду у гостиной. Почему? Да и не надо. А зачем нам прятаться от неба? Кстати, вот сейчас немножко жарят же, да? Ну. А люди говорят, а что, типа, вот вы кладете не сосну, положите ДПК. Вот ты не пробовал ходить? Что такое ДПК? Древесно-полимерный композит. Ну, короче, доска из... А он не пахнет? Когда греется? Из бутылок. Да не важно, пахнет или не пахнет. Но ты вообще в такую жару на него не встанешь, потому что чем плотнее материал, тем он более теплопроводен. Короче, ноги обожжешь, а осенью холодно. Так, и что, вы здесь, значит, живете с февраля? Да. С февраля и не мерзли, поставили кондей и теперь не перегреваемся и летом. Как же вы его пахабно поставили на крышу? Пахабно, не пахабно, но кондейщики очень посмеялись над вашей гильзой, которая, типа, для закладки кондиционерной трассы, говорят, это невозможно туда засунуть, Это лентяи. 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 Кондиционерщики лентяи. Не, а что, можно же было открутить фасадную доску. Ну, что? Мы заказали лестницу. А, прикрыть, что ли? Она должна прикрыть эту сформату. Все, все. Все, лестница. Лестница. Вообще огонь. Поэтому она черная, что ли? Я сначала думал, что вы какие-то чокнутые заказали вот такую черную лестницу, чтобы она пришла на фиг этого не надо. ТЗ-ХЗ. Да. Ну, короче, фасад можно открутить, за ним можно спрятать. Все, все, вот это уже не гнется, а фасад там же надо проходить какие-то контрбалки. серии, которые сегодня выйдет. Как нелениво можно установить кондиционер неспахабив фасад. ладно. короче, на крыше стоит, а они просто поставили или закрепили? Ну, на двух досках. Ну, слышно, я думаю, виброразвязку сделаю, он подгуживает. Только сделай виброразвязку пружинки, а не резинки. Резинки зимой дубеют, они работают как виброразвязки. Ладно, что тут у нас еще? Давай. Ну, косяки-то заглушки, ты понял, что отваливаются? Это все течет. Смола. Смола, то хрен с ней. Она должна оттечь. Край доски рассыхается, трескается. Я здесь постою, так, в тени. Ну, и периодически досочки где-то сильно трескаются, и я из приоритетного места их перекручиваю на мини-приоритет. Никтос, покажи, что вот такие трещины на доске неизбежны будут, должны быть, обязаны быть. У тебя же их не было? Не было. Когда привезли? От солнца. Мы вот, когда в Калмыкии поставили перила, они с 45-й доски, там солнце выходит, знаешь, не так вот, как у нас лениво встает, что-то там их 10 часов начинает жарить, там в 6 утра зарубь, и оно просто ну, то есть массивные доски вообще трескаются насквозь. Смола будет вытекать более обильно, потому что она сильнее нагревается. Вот так вот будет. Но потом в мороз просто пойдешь и вот так вот все это собьешь рукой. А если мороз, ну, когда холодно будет, а когда испачкаешься, скипидар возьми скипидар и чистый будешь. Что-то из 19 века. Так, что там у нас? Спрашивают, есть ли проблемы с насекомыми? С насекомыми проблем нет вообще никаких. Осы не мучают, не беспокоят. Мы с ними в хороших отношениях. Есть один парадокс, другой. Птиц вроде классно кормить, кормушечка там видели, но птицы не видели? На окне прям по ним покажу. Прилетают с утра, жрут, стучат, да, прикольно, брови хорошо, но иногда так как окна зеркальные, да, они вырезаются. И вроде как хочешь покормить, но надо отпугнуть, поэтому хищный глаз. А вот это фигня, что ли? Говорят, вот на форуме владельцев дубль домов только это советуют. Ты запикает дрянь. Короче, берешь, покупаешь контуры силуэта птиц хищных. ну вот, вот же они, вот же они. Ну и что, что не работает, что ли? Ну я в комплексе, пришел подойти к делу. Так птиц кормишь там, а наклеил за углом. Ну правильно. Там не долбаются, долбятся вот в это и на противоположное. Ну потому что здесь темно и зеркально. Все. Че, вот так заходи, там же вот женщины и дети. Так это же вы должны их представить. Давай мы представим, давай снимай, вот, представи. Привет. Это Анна, забыл. И Амайя. Амайя, точно. Первый раз, кстати, вижу зеркало на входе. Это же, по-моему, не по фэншуи, или там, не по васту. Вы что, не верите во всякую ересь? Типа зеркало напротив входа поставил, сколько-то там очков сняли. Подожди, но большую часть времени вот так вот живем просто. Поэтому, это зеркало только, чтобы... Засранца, что ли? Ну, ладно. Да. Энергия либо отражается, либо смывается вот так. А, еще нельзя, туалет открытым держать, что ли? Нельзя. Ты че, закройте, и унитаз закрывай, потому что все деньги, которые у тебя есть, вот туда вот. Вот оно че. А вы не прописываете, что ли, инструкции к дому? Нет. Зеркало напротив входа не вешать, и крышку унитаза закрывай. Так, ладно. Так, ну окей, а мы вообще-то чаще оттуда входим. А по факту. Погодите, это дверь или окно? Че-то я разобраться не могу. Вот это дверь или окно? Это дверь. Но вообще это окно? Нет, смотри, если москитная сетка открывается, значит дверь. Там, где спальня, там не открывается сетка. Значит, это окно. Это на пельтанке. Мы специальную серию сняли разъяснительно. Это дверь или окно? Так. По итогам серии понятнее не стало. Так там кадастро-инженер приехал такой, ну... Че он там? Все неправильно нарисовал, все окна. Я говорю, у меня же все это дверь. Ну, это же важно на пожарной, допустим, ситуация. Он такой переделывал, хотя я говорю, у нас есть план вообще-то дома. Мы же вам его дать с вами. Мы такие, нет, мы сами сделаем, мы с вами делаем неправильно переделывание. И у вас в планах это окна или дверь? Мы переделывали на дверь. Это дверь. Ты сказал, да это что это окно, а он сказал дверь. А теперь ты подстроилась. Ну ладно, почти татарская жена. Так, у вас нет водоподготовки? Нет. Это видно по разводам на столешнице? Да. Но столешница у вас классная. Капель из искусственного камня, да? Нет. Что это? Что нет? Как нет? А искусственный камень, это что? А, я не знаю. Это камень с искусством. Мы на самом деле хотели купить кухню у вас, но мне не смогли дать ни одной фотографии готовой кухни. И они такие, мы еще ни одного проекта не сделали, мы все ни одной фотографии, и я такая, ну я не буду заказывать в катарнюшке за 350. Так можно же было сходить вот тот дом в колее. Давай проще. Я хотел вклеенную раковину. В деревянную столешницу не вклеивают раковину. Да. Все. Не, ну классно. Рассказывайте, что у вас этот, у них синкератор работает? Да. Ну вот мы почему-то синкераторов отказались, потому что в арендных домах, потому что люди не смывают воду. Вы же включаете воду и нажимаете. И они считают все подряд. Во-первых, мы рекламировать не будем, но есть модели, которые очень низенькие. Как статус? Что? Ч-ч-ч-ч. Ну давай, рекламу. Статус. Очень классно. Да. Я постолью. Она еще тихая дома. Ну-ка давай-ка. В квартире. Холодная. Да. Ну когда кости там погромче, а так... Слушай, реально не слышно. И сколько сейчас миллионов она стоит? 24. 24 миллиона. Не так уж и много. Только был сегодня прикол. У тебя кран разболтался? Да, периодически, да. Я не смог его затянуть, потому что гранула «Здравствуйте! все ваши краны» это просто катастрофка. Какая гранула? Гранула. Ну, плохие? Мойки гранула и кран-гранула. Шляпа? Как его затянуть, я не знаю, короче. Ладно. Очень туго, узко. И в итоге кухня сколько стоила вам? 200. 200? Чего? Да? Ну, смысле... Ну, это наш кубочек, мы у него уже заказывали, мы уже знаем, но вот это самая главная фишка. Мы вообще не включаем вот этот внешний свет, ну, над кухней капилами. Понял? Я хочу прокламировать свою работу, на самом деле. Давай-давай. Я не могу стоять. Давай. Вот это вот произведение трубопроводного искусства, собранное из четырех комплектов. И, по-моему... А это что такое? Это гель для посуды, который по шлангу идет прямо сюда. Слушай, ты вообще... Ты что, не лентяй, а? А второе? Это просто замена горячая, что ли? А второе, это будет вторая штука для рук уже, для мыть руки. Вторая штука рядом будет. Прикольно. Ну, водоподготовку есть же место, куда поставить, но не хотите. Чего-то нафиг надо. Как нет? А что у вас там стиралка? Там хорошая вода, на самом деле. Ну, она с кальцием. Она не очень жесткая. А если бы сразу столешку белую поставили, было бы лучше? Ототрем. Что не оттерли-то? Ототрем. Я-то уеду. Потом фотки пришлите. Фотки пришлите потом. Как ототрем пришлем. Ладно. А у вас не взорвались эти конные обклады? Вот эти вот. Нет. Не треснули? У нас, короче, есть дом, который стоит на дне. На отметке минус полтора. То есть, все садоводство, короче, вот так. А у него участок в яме. И у него просто все оконные обклады взорвались. Просто все треснули. Как это связано с ямой? Влажность? Там сырость, влажность все время. А у вас вообще никаких проблем. Мы же на высоте. Мы же смотрим на всех сверху. Мы решили на всякий случай от этого отказаться. Потому что они еще делаются три недели. А как без обкладов? Четыре. Нет, они будут деревянные снова. А это деревянные, что ли? Это МДФка. У вас МДФ, да. Да, у вас эмалированный МДФ. Так, ладно. Зенитный фонарь. Что у вас, наш уже? Это велюкс. Последний велюкс России, как нам говорили. И он один раз протек. Ну, это не он протек. Это, наверное, после монтажа было сразу? Нет, это в дождь. Это было вот теперь, короче. А как он протек? Ну, я думаю, это не он протек. Это через кровлю что-то очень собралось в лужу. Нет, такого не может быть. Он в колодце стоит. А это было сразу или через какой? После монтажа было? Скоро? Нет, в том, если через три было, что-то летний. Март. Странно. Это вырежут. Да нет. Нет, а что? Просто это единственный случай, когда вы говорите, что-то протекло. Бывает на монтаже туда надувает снег, ну, когда вот модуль стоит, бывает в какой-то момент дом отопления кучи? Это не связано с фонарем. Я думаю, это связано с креплениями трубы. С трубы? Да, что там растяжки стоят и там не очень хорошо возможно загерметили. Там лужица собралась и она... Так, ладно. Вы бризером вообще пользуетесь, Бризером пользуемся постоянно. Хочу сказать спасибо Тиону. Мы просто когда въехали, скачали это приложение, жалко, пульта нет, все через телефон. Но и вот ты его выключаешь в режим ожидания, он такой закрывает заслонку и продолжает гудить. Гудить. Ну, мы такие, хрен с ним, из розетки выдернули. Так полгода жили, потом я думаю, ну, может, напишу ему, у них там какая-то служба поддержки. Позвонил, они такие, запишите видос. Я записал видос, они такие, высылайте. Я такой, типа, окей, я высылаю. А мы вам заменный. Они написали заменный, после этого мы отправили этот, они нам прислали новый и мы уже отправили их. короче, все было без остановки. Короче, глюк просто. Глюк, да, палата управления. Я хочу сказать негодование по поводу всех этих идей с спрятыванием проводов внутрь каких-то коробок. Короче, мне кажется, это немножко оверенжиниринг. Вот эта вот штука, это очень странное решение. А что такое? Ну, у тебя... Ну, типа, если у меня есть розетка, я уж лучше розетку уберу и изнутри подключусь. Нельзя. Почему? У нас этого... Смипа, шмипа, дриппы, диппы. Нет, нет, сам Теон сказал, если вы обрежете нашу вилку, мы вас снимаем с гарантии. Поэтому скажем, ладно, хорошо, мы сделаем. А коннекторы не могут сделать, да, обычные? не могут. Короче, суть в том, во-первых, мне его смонтировали вот так вот, наверх. А ты его как хочешь смонтировать? Я-то как хочешь, но дырка-то не симметричная. И вот эта штука скрывается только в двух положениях. Поэтому я его повешусь дальше на бок. А тебе куда надо? Я сейчас на бок повесил, но более-менее скрывается. Короче, мы вот эти провода, чтобы не висели вот так вот, специально сделали эту дырку. Хорошо, я знаешь, как сделаю? Да. я вот эту розетку вот отсюда вот вытащу и весь провод вместе с розеткой у меня будет внутри коробки. А как ты будешь втыкать вилку? Один раз это делаешь? А мне сейчас надо втыкать, я один раз это делаю теперь. И туда же у меня кондей уйдет. Ну, это какие-то айтишные безумства. Ладно, а в итоге ты... Видишь, вот на грани, вот на грани, она скрывается на грани. Ты CO2 вообще замираешь? Нет, конечно. Так, ладно. Что у вас еще спросить? Вы тоже сделали сюда этот... телевизор сюда поставили. Типа это диван, да? Да, да. Он типа вот так вот делает? Да, он должен делаться вот так, но... Но не часто. Но все... Почему тут... Ну, многие делают вот сюда. Так это само логичное место. Больше места на самом деле для телевизора. У него некуда диван суть. Но его видно отовсюду. Не, ну ладно. Я просто им не пользуюсь, поэтому если это удобно, очень хорошо. У вас тоже типа нет стола? Такая барная стойка и хватает, да? Да. Да. Мы заказали даже барный стульчик для ребенка. Так что у нее будут супер... Ну, вот эти детские стульчики, у нее все низкие. Вот, а у нее будут высокие, вот тоже грешные, у нее постоянно. Прикольно. Ладно, что у вас еще? Давайте показывать. Что там со спальнями придумать? Что, еще и комнаты есть какие-то? Да? Покажи лучше самую важную комнату. Давай, все рассказывай. Я же здесь ни разу не был. Где наш план? Все. А план съемок у вас есть? Да, конечно. Наша прекрасная гардеробная. Мы решили пожертвовать рабочей комнатой и сделать гардеробную. У нас ни одного шкафа больше нету, только базовый на входе, если обратили внимание. Прикольно. Почти все влезло, но прям на грани. Вот если не делать эти дурацкие дверцы, реально можно впихнуть столько всего. Да. А это что за система эта? Это какая-то система? Да. Обычная ариста, да? Да. В леруашке какой-нибудь купленная? Нет, нам мебельщик. Мебельщик продается, но тоже будет одинаково. Я вообще не понимаю, почему он должен. Мебельщик делал подключить. Короче, просто взяли к стене, прикрутили эту лину. Да, их можно добавлять, переставлять, полки добавлять. Ну, вот они прям. И сколько миллионов это стоило? Да, чисто 95. 95 тысяч полностью подключить, вся гардеробная? Да, да, с монтажом. Вот монтажа на день на самом деле. Да, он целый день намонтажировался. Он что-то подпиливал или готово? Да, подпиливал. Подпиливал? Да. Ну, и здесь тоже зеркало есть у нас. Ну, вот он подпиливал, потому что вот это до упора, а вот там вот для лыж прощали есть. А энергию сосет зеркало? Не проверяли? Наоборот, в смысле? Оно же отожается. А, типа вот, оно вот так вот все время там делает. Да, как лаза, понимаешь? Хорошо, что тебя не записывают. У. Так. Дальше у нас есть спальня. А где шкаф? А нет. А как вы где шкафа? А нам не надо. А как вам не надо? А где у вас вещи? А где все вещи находятся? Убала книга. Вообще, здесь еще должна быть лампа для чтения книг. Ну, и все. У нас больше нет планов на эту комнату. У вас ребенок есть. Про детей. Про детей, да. Здесь единственная комната со шторами, потому что мы любим, когда темно ночью, а светлеет у нас рано. И больше штор нигде не планируется. Гости всегда в шоке. Говорят, почему мы должны спать там и там нет штор. Это не очень. На нас все смотрят. Вот. Пусть меньше проезжают. Иначе вообще террасу положим. Так, ладно. Ну, это запрещенная комната. Там все. Не разобранное. Все остальное. Все остальное. Вообще, это кабинет. Можно на щель-то покажите? Что, покажите ему в щель-то. Может, там вообще что-то интересное. По-любому там все крутое. У меня же щель-угольник как раз. Он такой вот. Ладно, давайте. Что там зимой замерзли? Сколько денег платили на отопление? Вообще, зимой было супер тепло. Мы включали не все батареи. В какой-то момент было очень холодно. И мы перешли на вторую вот эту переключалку. Да, скорость. Но было сложно, потому что как будто было жарковато. И еще у меня проблемы со спальней. Потому что мы любим, когда там прохладно. И когда открываешь окно, слишком холодно. Ну, вот на проветривание. И вот эту переключатель на меньшую штуку мы так и не купили. А, гребенка? Да, да. То есть открываешь холодно, закрываешь жарко. С электричеством было все окей. Сколько мы там максимально заплатили? 10 тысяч? 7 тысяч. 7 тысяч максимально. 7 тысяч. 7 тысяч, но мы отогревали кессон. Поближе надо, что ли? Кессон отогревали? Да. Да. В смысле, вода замерзла? Мы монтировались так, как зимой. То почва уже была промерзшая. И он стоял открытый. И получается, что он как бы не работал как утеплитель. И у нас замерзал реле давление, наверное, на гидроаккумуляторе. Ну понятно, то есть холод весь отдавал в кессону, брат. Да-да-да. И мы прямо туда тепловентилятор ставили на неделю, что ли. Так, что я хотел спросить? Про воду расположен. Про воду? Нет. Они закручивают, видимо, включают давление, такие. Вот течет. Давайте посильнее. И они прям забивали его. Они настолько забивали, что эта резинка, прокладка, она уже просто там уходила в никуда. И уже и резьба под напряжением, короче. Просто мы просыпаемся в 6 утра от того, что здесь вот такой вот поток. Ну, сюда что-нибудь текло? Нет. Все нет. Вообще все туда? Все туда. Так это же реклама. Это же реклама. Ты что? А если бы не сказал? О, негатив, Гарри. Греющий кабель не сдох? Нормально? Не знаю. А как проверили, что он не сдох? Ну, работает. Вилку включить? Трогать его, что ли? Не, его не надо трогать. Зимой работало все, ничего не срезало. Все работало, ну, кроме кессона. Так, что там в санузле, все нормально? Нет. В санузле. Ну, я, короче, не жаловался особо. Ну, ты жаловался. Жаловался. Ты про что? Про то, что он неравномерно намазан? Нет, это я уже переделал. Я про то, что вообще щек был. Ну, в смысле, трещина. Знаешь, из-за чего? Щевелилась ванна. Сыхалась в дом. Нет. Мы когда ставим ванну, ставили сейчас другие ванны. Ты наполняешь ванну? Ванна тяжелеет и отходит. А мы в цехе не можем это сделать. И поэтому иногда бывает, что она отходит, гермет от ванны. Ну, я что-то разбирал. Видно, что я не все, а, или все вкрутил. Я там что-то подрегулировал вроде, подтянул, чтобы стояла она попрочнее. Ну, опять же, там заливало. Мы так жили три месяца, не знаю. Все, в трап там уходил. Там же трап есть. Да, я там сухой трап есть. Тоже он классный. Вот бывает такая фигня от ванны, когда наполняешь ванну. Я сам видел. Я вспомнил. Ну, ладно, это же мелочь. Чего, давай-давай, говори. Ну, в трапе он же сухой. Это почему сухой трап? Я же не знаю, что ты говоришь. Ну, поплавок там. Поплавок. Вот, там забыли поплавок, знаешь, как воняло. Забыли? Забыли поплавок, да, я открыл. Смотрю, поплавка нет. Бывает, все там. Бывает такое. А смотри, если, бывает, если вот еще вдруг запах пойдет, ну, по какой-то причине, еще раз туда слази, бывает, что поплавок, дом же герметичный, от удара окон или дверей может... Там решетка, решетка упрится. Бывает, короче. Перекрашиваю. Вот я вот буквально у какого-то клиента, у него пованивало, я открыл, просто его на место вернул. Почему-то перекосило. Я вспомнил про ванну. Ну, в смысле, прочитал план. Заметьте, тут нет стандартной лампы, но она должна быть тут. Но, как ты видишь, дырки нет. Как я сделал эту магию? Я менял доски местами. Ну, молодец. Хорошо же. Ну, это, конечно, очень сложно, отодрать доску, которая прибита. Без шляпок. Но мы справились. Молодцы. Не, ну это же лучше, чем если бы у тебя были вот здесь вот так вот шляпки. Наверное. Теплый пол работает? Да. У нас постоянно работает вентилятор на вытяжку в санузле, потому что у нас есть теория, что вытяжка же нужна. Это правильно. Поэтому дверь открыта. Он работает прям круглые сутки. Это правильно. Вентилятор где-то лучше, чтобы всегда работал. Либо на кухне, либо в туалете. Но я с монтажником говорил, вы что творите, зачем вот это шляпки? Они говорят, технологи говорят, только так можно делать пару к ванне. Это какая-то жесткая порнуха. Еще жесткая порнуха, это вот эта вот доска гладенькая, не собирает грязь. А вот эта вот какая-то доска специальная для грязь сборки. Потому что это эмалированная, а это просто крашеная. Слушай, ну вот это надо переделывать. Это какая-то дрянь. Вы что, с ума сошли? Давайте-ка приедьте, пожалуйста. И вот сюда, вот это вот, отковыряйте говно. И вот сюда вот, пожалуйста. Сделайте нормальный плинтус. Спасибо. Они заедут сразу, чтобы... Я удивлен, короче, что бойлера хватает на ванную. Я жил просто с бойлером. Ну это нормально же. Он же 100 литров, во-первых. Да. 100 литров. И если ты его ставишь в высокую температуру, 80 градусов, тебе хватает. Вообще очень все классно. Не все, да. Нет, еще какие-то глюки. Давай, что произошло? Здесь вот сараево реально же дубак. Вот если вот холодно, везде минус 30. Здесь вообще минус 37 запрос. Вот что-то там замерзло, промерзло, сломалось, отвалилось. От него, кстати, тепло зимой идет, нет? Не нагревает он? От кого? От зенитного фонаря. Не замечали? Здесь тепло, а тут в окне тоже. Когда сам светит, очень жарко. Ну, если под него-то встать, тогда нет, жалоба на холод нет. А полы, вот говорят, что это, бухают, прогибаются. Вообще нет. Так мы не прыгаем. Царапаются. Ну, царапаются и что? Ну, смотри, вот стиралка начинает отжимать, и ты это знаешь. Даже в спальне. Я в Сталинке живу, я тоже знаю. Когда по веранде кто-то идет, в доме слышно это. И непонятно почему, вроде же не должно быть слышно. Они же связаны. Они же на одном фундаменте. Чтобы такого не было, надо, грубо говоря, отдельный ряд свай крутить на террасу. Чтобы терраса чисто на своем фундаменте, дом на своем. Но не будет экономии. У тебя вот здесь получается на один оголовок и дом опирается, и свая. Ой, и терраса. Ну, тогда ладно. То есть делать можно, но это просто дороже. Ну, смотри, сколько в этом доме нужно резиновых штук в этом этих. Они нужны в большом количестве. Чем меньше дом, тем... Вот тут смотри, смотри, штука какая. Чем меньше... Ох ты! Работай, блин! Твой звездный час, сволочь! Китай? Конечно. Так, монтаж? Назад. Оооо! Без этого, ну, типа, сложно было бы. Да, постоянно вот это происходит в истории. Ну, я говорю, чем меньше дом, тем меньше дом, тем больше приходится придумывать всяких компромиссов в проектировании. А в смысле меньше дом? Дом маленький, что ли? А еще большой, что ли? Огромный дом. Огромный дом. Да, мы переехали. Так вы разделите его пополам. И сдавайте. И сдавайте еще ту часть. Не, вот так вот разделите. В спальню себе оставьте, гостиную и раковину. Одну. Ага, точно. А вторую гостям. Здесь дырку сделайте, вот так вот. Затяни кран. Да, блин, попробуй затяни, ты попробуй затяни. Я не могу. Ну. Там нужно... Что, пойдем снаружи посмотрим и поедем. В общем, резюме. Где вы до этого... Вы же в Питере жили. Да. Вот, давай вот расскажи, когда питерцы эти говорят, у нас такой климат суровый, у нас вы не представляете. Да иди ты! Что там в Питере за климат-то такой суровый? Ну, грустный просто. Надо как-то ноябрь прожить. Ага. В феврале продержаться. А в Казани что, кайф? Кайф. Не, ну кайф. Круглый год. Ну, холоднее же. Кайф, холоднее. Ну, холоднее, жарче. Я не понимаю, как это работает. Холоднее, жарче? Ну, потому что более континентальный. Все, да, более резко. Но бывают же гадкие месяца, когда солнца нет? Нет, нет, везде кайф. Ну, как бывают гадкие месяца, когда солнца не видно? Видно. Бывают? Помнишь, тебя спросили твое мнение? Это не в этот раз. Понял? Бывают очень плохие месяца, когда солнца нет, когда плохо. Это вопрос или утверждение? Это ты говоришь мне. А. Вот. Так, ладно. Что, у вас какие планы-то? Что вы будете еще делать? Планы напилить дров, все тут заложить, тут заложить дровами. А у вас там змеи будут жить? Змеи же будут. У нас уже там ящерицы живут. Крыши? Она ест ящериц. А дом не сгорит? Я хочу домик на дереве. Вот здесь вот будет мой кабинет, домик на дереве. Оттуда будет такая лестница, типа на веревочной. Троллей. Да, да. Или зиплайн, да. Чтобы смотреть кондиционер? Да, здесь, короче, гараж двухэтажный. На втором этаже электромобиль. Нет, снизу электромобиль, потому что он тяжелее. Сверху, значит, легкий какой-то кабриолет. Там зарядка. Посмотри-ка вот туда на этот шар. Ага. Что отпугивает? С злых духов и шизоидов. И шизоидов. Ага. Значит, эксплуатируемая кровля. Там тоже все. Настил, зонтик. А погреб-то где у вас? Погреб, ну вот. Никитас, пойдем-ка. А, закопать погреб надо еще. Это что, вариант отделки цоколя? Да, это я сегодня придумал. Смотри, на двух стяжках и два бревна. Никитас, сними обзор. С той стороны нельзя снимать. С той стороны нельзя снимать. Ты снимаешь? Снимаешь? Блин, а почему она вторая не упала? А она потому что там прижата. А что за вандализм? Я не понял. Нет, это же этот. Смотри, доска. А, история этих досок знаешь какая? Нет. Мы же приехали, значит, зимой. Слушай, что, одноразовая китайская, что ли, система? А, поднимать надо. А, враспор надо. Все, понял. Оставь так, нормально? Нормально, сойдет. Нормально, сойдет. Так сойдет. Так, и что, приехали зимой? Короче, мы приехали зимой. Мы говорим, у нас коляска, ребенок и огромная лестница. Сделайте пандус нам. Они говорят, что, как? Вот, две доски, короче, делайте. Заезжайте. А мы такие, ну, ни разу и не подумали даже сделать пандус, потому что... А нафиг он нужен? А я тоже. У тебя же руки есть? Ну. Берешь вот так? Вот я вспомнил про руки, да. Ну и все. Что там с той стороны, нельзя снимать гель? Нельзя, нельзя. Нельзя. Дверь точно. Ты же ребенок родился? Нет? Продолжение в следующей серии он все еще закручивается. Все. А сейчас, бон. Короба вперед. Хотим передать привет Антону, который вот-вот скоро заедет в свой дом. В прошлом сентябре не получилось, позапрошлом не получилось. Даст бог, в этом получится. Человек сказал два года назад, что-то, говорит, дома, долго вы дом делаете? Я, наверное, сам быстрее построю.